В конце 70-х, рассматривая всю сферу мотоциклетного спорта, баварцы пришли к выводу, что существует определенный дефицит в одной конкретной области рынка, кросс-кантри-туринг. То есть нет достойного мотоцикла двойного назначения, который мог бы обеспечить комфорт дальних поездок в сочетании с его внедорожными способностями. В итоге компания BMW представила в 80-м году свое чудо – BMW R80 G-Drop S. Он был первым в семействе GS мотоциклов двойного назначения. Аббревиатура GS означает немецкие слова – Gölundestrasse, что в переводе – внедорожный и дорожный. Субтитры создавал DimaTorzok BMW R80 GS сходу завоевал себе репутацию одного из самых крупных и быстрых внедорожных мотоциклов. А владельцы прозвали его двухколесным рейндж-ровером. И сравнение-то вполне уместно. Потому что R80 GS – не серьезный кроссовый мотоцикл, но это один из лучших когда-либо построенных универсальных мотоциклов. Усиленные заводские версии этой модели трижды выигрывали изнурительное ралли Париж-Дакар. После чего появилась спецверсия BMW R80 GS Париж-Дакар в серийном исполнении, которое оказалось популярным выбором для гонщиков, путешествующих по всему миру на дальние расстояния через континенты со всеми типами рельефа. R80 GS был оснащен 797-кубовым оппозитным двигателем, который крепился в раму от модели R65. Двигатель представлял собой модифицированную версию агрегата, установленную на R80, с теми же цилиндрами в некосиловом покрытии, электронным зажиганием и легким маховиком. Силовая установка выдавала 50 л.с. максимальной мощности при 6500 оборотах в минуту и 61 нм крутящего момента при 3750 оборотах в минуту. Продолжение следует... Работает скачет 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 на 0.7 мм. Продолжение следует... Постой к убору. БМВ Р80GS имел некоторые технические ношества на то время. Это новая задняя подвеска типа монолевер, односторонний маятник с моноамортизатором. Она легче и прочнее, чем стандартная подвеска и впоследствии устанавливалась на другие мотоциклы БМВ. Управление мотоциклом отличается легкостью и адекватностью. Вся машина в целом удачный набор низкого веса, высокой мощности и отличных тормозов. При снаряженном массе в 186 кг мотоцикл по паспорту разгоняется до максимальной скорости в 167 км в час. БМВ Р80GS имел 19,5 литровый бензобак, который обеспечивал примерно 400 км туристическую дальность, больше чем любой другой существующий на то время мотоцикл двойного назначения. БМВ Р80GS имел 19,5 литровый бензобак, который обеспечивал как упоминалось выше, после побед в ралли Париж-Дакар, в 1985 году баварцы выпустили для поклонников этого вида спорта спецверсию BMW R80GS Париж-Дакар, которая имела небольшие отличия от стандартной версии, включая 32-литровый топливный бак, одиночное сидение, багажник, нержавеющую выхлопную трубу, большую батарею и зубастую резину. Все это означало, что впервые настоящий туристический эндуро можно было приобрести непосредственно у производителя. За все время производства с 80-го по 87-й год было произведено почти 22 тысячи мотоциклов, после чего было представлено новое поколение. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...